Традиционное утреннее выездное совещание по благоустройству города мэр Заречного Вячеслав Гладков начал с территории, прилегающей к 223 школе. Прямо на газонах валяется мусор. Не радует глаз и соседний двор. Вячеслав Гладков дает поручение разобраться со старыми тополями и разросшимся кустарником. Двор ужасный, потому что смотрится, несмотря на то, что фактически в одном дворе два новых детских городка. Смотрится вообще никак. Сквер по соседству, за домом детства, также далек от идеала. Здесь уже давно не косили траву и не стригли кусты. Эти заросли горожане приспособили под мусорку. Ну понятно, чем выше трава, тем больше подлеска, тем больше мусора. Во дворах на улице Братской Вячеслав Гладков дает распоряжение засеять детские площадки травой. А чтобы растения не вытаптывались, проложить дорожки. Мэр проверил, как выполнено его поручение по благоустройству сквера за 217 школой. Территорию, в общем, привели в порядок. Но и здесь есть еще над чем поработать. К примеру, убрать разрушенный летний театр. Там, по-моему, монолитный бетон. Тут вот все, все площадки. Ну потому что, если оставлять вот в таком виде, конечно, нельзя. Так это почистили с прошлого раза. Вот эту площадку нужно убирать. Совещание продолжилось в одном из самых популярных мест времяпрепровождения зареченцев – зоне отдыха «Солнечная». Небольшой лесной массив превратился в непролазные дебри. Коммунальные службы города не успевают наводить здесь порядок. Я вот по этой дорожке был вынужден пойти на непопулярные меры. Существующие лавки убрать. По обращению к жителям. Нет, ну правильно. Там было распитие. Распитие они боялись ходить. Попросили убрать. Если скверик возле зоны отдыха «Солнечная» можно привести в порядок силами коммунальщиков, то с прудом все гораздо сложнее. Водоем заметно обмелел. Вячеслав Гладков предлагает вариант спасения Лермонтовского пруда – бурение скважины. Нужно пригласить специалистов, мне нужно ответить, где нужно бурить скважину. Две цели – техническая вода для поливки и подпитка пруда. Мэр обратил внимание руководителей коммунальных служб города и нагруды хлама возле водоема. Берег пруда нужно чистить под грабли. Чем быстрее, тем лучше. Вячеслав Гладков намерен и дальше контролировать, как выполняются его поручения.